Всем еще раз добрый день. Несмотря на то, что была качественная проверка связи утром, вместе с тем какие-то происходят почему-то технические сбои. Но все налажено. Я вижу, что есть звук. Я вижу, что у всех все хорошо. И еще раз приветствую участников нашего сегодняшнего всероссийского семинара, который называется «Региональный опыт сопровождения детей с рас. Создание условий для адаптации и социализации детей с рас в Ульяновской области». Сегодня в этом учебном году первый семинар. Это первый онлайн-семинар Федерального ресурсного центра совместно с Ульяновской областью. И я очень рад приветствовать наших коллег в Ульяновске. Всем добрый день. Давайте проверим связь теперь с вашей стороны. Все ли хорошо слышно, все ли хорошо видно. Я думаю, что у вас есть возможность сейчас всех участников поприветствовать. Добрый день, Артур Валерьевич. Добрый день, участники семинара. Мы вас слышим очень хорошо. Желаю всем плодотворной работы. Успехов с нами. Замечательно. Ну, давайте тогда откроем наш семинар. Я объявляю семинар, всероссийский семинар, научно-практический семинар Федерального ресурсного центра совместно с Ульяновской областью открытым. Меня зовут Артур Валерьевич Хаустов. И для приветствия и официального открытия семинара я прошу запустить обращение министра просвещения и воспитания Ульяновской области. Добрый день, друзья. с расстройствами аутистического спектра. Безусловно, важно создание условий для организации обучения тех деток, у которых поставлен такой диагноз, с целью их социальной адаптации в обществе. Это является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. С этой целью в регионе реализуется государственная программа развития и модернизации образования в Ульяновской области, государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». С 2020 года федеральный проект «Современная школа» национального проекта образования по поддержке образования детей особых или деток с ОВЗ, в рамках которых с 2017 по 2019 годы выделены серьезные денежные средства из федерального и областного бюджетов. Актуальность данной темы заключается в том, что количество детей с расстройствами аутистического спектра с каждым годом увеличивается. И это является проблемой современности. И не признавать это мы не имеем права. На сегодняшний день, несмотря на годы научных исследований, к сожалению, нет единых подходов психолого-педагогической коррекции и лечению аутизма, что в свою очередь нередко ставит наших специалистов, практиков перед сложным выбором. Я надеюсь и абсолютно уверена, что площадка нашего семинара, объединившая представителей отраслевых министерств, педагогического и научного сообществ Российской Федерации, экспертов в сфере сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, наметят пути решения этой серьезной педагогической медико-социальной проблемы, которая на сегодняшний день стоит остро на повестке дня в России и в целом в мире. В рамках всероссийского семинара сегодня будут затронуты ряд вопросов. Социализация и адаптация детей с рас, технологии медицинской, социокультурной реабилитации таких деток, механизмы взаимодействия межведомственного, а это очень важно, создание условий для комплексного сопровождения лиц с рас и перспективы развития системы помощи детям данной категории. Я от всей души желаю организаторам и всем участникам семинара плодотворной работы, эффективного взаимодействия новых встреч, новых друзей и, безусловно, новых находок, педагогики и психологии. Большое спасибо, Наталье Владимировне, за приветственные вводные слова. Мы понимаем, что вопрос помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Ульяновской области стоят, так же, как и по всей России, остро, и отношения у органов исполнительной власти к этому вопросу действительно очень серьезные. И я хотел бы в своих словах приветствия ввести немножко вас в курс дела по поводу вопроса социализации детей с расы, с одной стороны, и с другой стороны я хотел бы обозначить, что же нас интересного сегодня ждет в течение дня и какие, собственно говоря, интересные форматы работы нам предстоят совместно. Во-первых, мне хочется начать с того, что с Ульяновской областью у нас отношения в Федеральном ресурсном центре довольно давние, с 2015 года, когда прекрасная команда специалистов 89-й, по-моему, Галина Николаевна, школы-интерната приехала обучаться в Федеральный ресурсный центр на курсы повышения квалификации. И с моей точки зрения это было самое правильное решение обучить именно команду специалистов, которая, как оказалось, в дальнейшем начала свою самую активную работу в этом направлении и на базе школы был создан региональный ресурсный центр, который сейчас ведет масштабную и довольно эффективную работу по координации деятельности в области сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Ульяновской области. И, конечно, мне приятно констатировать тот факт, что все эти пять лет до 2020 года прошли в плотном взаимодействии вместе с Федеральным ресурсным центром. Вот почему именно Ульяновская область, вы знаете, что Федеральный ресурсный центр проводит много разных мероприятий в разных регионах совместно с регионами, но в этот раз был выбран именно регион Ульяновской области. И мне кажется, что это правильный выбор и правильная тема, которую Ульяновская область сегодня может представить достаточно достойно, потому что опыт, наработанный, как мы увидели, даже из стартового ролика действительно есть. Этот опыт очень-очень положительный. Вместе с тем, мне хочется отметить, переходя непосредственно к теме социализации, что тема на самом деле очень актуальная с одной стороны, с другой стороны она даже в чем-то коварная, потому что, как мы понимаем с вами, социализация это то, чего не бывает слишком много. Наверное, каждый из наших 472 участников сегодняшнего всероссийского семинара, если задумается на тему, насколько он социализирован, то, наверное, каждый сможет сказать, я вообще-то социализирован, но хотелось бы еще больше. Хотелось бы в плане социализации еще вот этого, вот этого, вот этого и вот этого добавить. Поэтому, собственно говоря, вопрос социализации, он тем сложен, что несмотря на определенные достижения, несмотря на то, что есть определенные сформированные навыки, несмотря на то, что есть интеграция детей и включение детей в общеобразовательную среду, в социокультурную среду, вместе с тем всегда есть куда совершенствоваться. И вот этот широкий контекст социализации, он на самом деле дает нам много пищи для размышлений и много пищи для дальнейшей работы. Безусловно, когда мы говорим о детях с расстройствами аутистического спектра и о других ребятах с ограниченными возможностями здоровья, нам важно понимать, что самый большой, самый важный, наверное, показатель этой социализации это то, насколько ребята, а потом подростки и взрослые уже будут социализированы, соответственно, во взрослой жизни. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что по всей Российской Федерации сейчас есть одна и та же очень глобальная масштабная проблема. Это социализация взрослых людей с расстройствами аутистического спектра тогда, когда им уже 18 лет и больше. Эта трудность, она остро стоит для самых разных категорий детей с ОВЗ. Мы понимаем, что расстройство аутистического спектра – это очень широкий диапазон расстройств. И, конечно, важно отметить, что независимость от степени тяжести расстройства аутистического спектра эта трудность социализации во взрослом возрасте, эта трудность самостоятельности, адаптации во взрослом возрасте, она стоит достаточно остро для всех категорий детей с рас. Будь то ребенок с тяжелой инвалидностью, безречевой, с тяжелыми, например, интеллектуальными нарушениями, или это может быть ребенок с высокофункциональным аутизмом, который в принципе в перспективе мог бы получить профессию и работать, создавать семью, самостоятельно жить. Вот независимо от того, у какого ребенка с расстройствами аутистического спектра мы рассматриваем, когда он взрослеет, у каждого из них существует одна и та же сложность. После завершения основного общего образования, обязательного в Российской Федерации, очень часто путь социализации ребенка с рас упирается в некоторый тупик. Нам очень хорошо это известно из тех всероссийских мониторингов, которые мы проводим совместно и с Министерством просвещения, и с той информацией, которую мы получаем от Варди. Даже если ребенок с высокофункциональным аутизмом выпускаясь из основного образования, дальше он испытывает большие сложности в продолжении образования, в получении профессионального образования, может быть, среднего профессионального образования, может быть, высшего образования. По самым разным причинам ребята не имеют возможности, многие поступить в ВУЗы, хотя у них есть хорошие потенциальные возможности для этого, и они имеют возможности получить профессию. И то число детей, которое официально зарегистрировано с расстройствами аутистического спектра, я имею в виду не детей, а уже студентов, в ВУЗах по результатам всероссийского мониторинга, заставляет нас о многом задуматься. Все-таки процент тех, которые поступают в ВУЗы, он ничтожно мал, и это нужно понимать, и нужно над этим работать, потому что значительно больше процентов ребят с расстройствами аутистического спектра может в итоге получить профессию и работать самостоятельно. Изначально, конечно, при сопровождении. Если же мы говорим о детях с тяжелыми формами аутизма, с тяжелой инвалидностью, то здесь, безусловно, эта трудность, она также сохраняется. И несмотря на то, что многие коррекционные школы сейчас уже научились работать с детьми с аутизмом на достаточно хорошем, я бы сказал, профессиональном и компетентном уровне, с одной стороны, их достаточно много, с другой стороны, еще больше тех, которые этому не научились, но получая в целом образование, которое соответствует их потребностям, получая занятия в рамках коррекционно-развивающей области, получая замечательную подготовку в начальных трудовых навыках, в рамках уроков технологии, труда, социально-бытовой ориентировки, вместе с тем, получая достаточную социализацию для своего уровня, мы понимаем, что как только они заканчивают школу, у них тоже есть тупиковая такая история, и они упираются в то, что дальше не устроена система, например, сопровождаемого трудоустройства в более легких случаях или, например, просто трудовой занятости. И, конечно, чаще всего это реализуется в форме проектов некоммерческих организаций или партнеров, или партнерства некоммерческого и государственного. И, конечно, эта система, она не выстроена, и нам нужно над этим работать. Вот обозначая такой широкий формат проблемы социализации, я хотел бы вместе с тем обратить внимание на то, что у нас много примеров очень успешной социализации. Сегодня мы это увидим и на примере Ульяновской области, сегодня мы увидим это, я рассказываю об этом, что в Федеральном ресурсном центре, который работает, школа которого работает 25 лет, очень много выпускников, которые успешно поступают и завершают обучение в разных вузах и дальше приобретают профессии, в том числе в музыке, в том числе в области информационных технологий. И, безусловно, эти успешные случаи нам говорят о том, что важно, очень важно заниматься как обучением, так и непосредственно социализацией ребят с расстройствами аутистического спектра. Потому что те дети, которые приходили 25, 20 лет назад, 15 лет назад в нашу школу, все приходили с формулировками, с некорректными формулировками от тогда еще работающих разных органов в системе образования необучаемых. И эти необучаемые ребята, которые поступали к нам в 6, в 7, в 8 лет, оказывались очень даже обучаемые и сейчас завершают свое обучение в вузах. Поэтому вот эти успешные кейсы, которых на самом деле очень много, ну, мы еще знаем, да, примеры Стивена Шоура, например, очень известного человека с аутизмом, Робин Стюарт, говорят, что у Лионеля Месси, очень известного, да, суперзвезды футбола, тоже есть такое расстройство, я не знаю, в документацию медицинскую мы не заглядывали. Но вот эти успешные кейсы нам показывают, что нужно работать, безусловно, в этом направлении. И сегодня, поскольку я начал с самой трудной истории, касающейся уже взрослой жизни, я хотел бы вернуться ближе к тематике нашего сегодняшнего семинара. Безусловно, сегодня мы будем говорить в первую очередь о успешном наработанном опыте сопровождения и социализации ребят и девушек и девочек с расстройствами аутистического спектра именно на уровне дошкольного и на уровне школьного, да, основного общего образования и, может быть, чуть старше. То есть именно этот блок будет представлен сегодня как стартовый, важный для того, чтобы ребята и девочки имели потом возможность социализироваться уже во взрослом возрасте. Вот этот акцент очень важно сделать. Сегодня мы затрагиваем школьную и дошкольную жизнь. Очень важно сказать, что в плане социализации мы видим несколько секторов, мы видим несколько сфер, в которых нужно работать, и это в первую очередь сфера, безусловно, семьи, особенно это актуально для детей раннего возраста, дошкольного, ну и потом, безусловно, тоже. Конечно, это сфера самого, да, область самого детского сада, самой системы образования, самой школы. Есть семья, есть школа, где значительное время пребывает ребенок с расстройствами аутистического спектра, и есть важнейшая область, связанная с досугом, а не имеющая прямого отношения к образованию. Это в самом широком смысле социализация ребенка в обычной повседневной среде, в самых разных областях, и мы называем это досуг. И, наконец, есть еще один момент, это четвертый сектор, это сектор здоровья, потому что мы прекрасно понимаем, если социализация любого человека, она включает вещи, связанные со здоровьем и безопасностью, что, конечно, завязано на системе здравоохранения. Поэтому сегодня в нашем семинаре, переходя уже к содержанию нашего семинара, нужно сказать, что все эти аспекты, они будут освещены, будут проведены мастер-классы, и кейсы, и консультации вот по этим четырем направлениям. Семья, образование, досуг и медицина. План семинара очень интересный. Любопытно то, что сегодня мы в первую очередь представляем практический опыт работы Ульяновской области, то есть вы увидите выступление не профессиональных лекторов, вы увидите выступление не академиков, не докторов наук, вы увидите выступление практиков, которые каждый день работают с детьми с расстройствами аутистического спектра. И мне кажется, это наиболее важное, потому что этот опыт, он от самых практиков, да, как раз то, что интересно для большинства из нас. Ну и во второй части нашего семинара будет, безусловно, круглый стол, очень интересный круглый стол, интерактивный, где мы рассмотрим основные трудности как в Ульяновской области, так в России, так и в мире по вопросам социализации детей с расстройствами аутистического спектра. И у нас будут эксперты из представителей из системы государственного управления Ульяновской области, у нас будут представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, ассоциации музейной, международной музейной ассоциации ИКОМ, и у нас будут представители от сообщества расстройства аутистического спектра, которые выступят со своим экспертным мнением. Большое спасибо коллеге, из-за того, что у нас произошла заминка в начале, мы немножко сдвинулись по времени, но я с удовольствием передаю слово Ульяновской области и приглашаю в микрофону Киселеву Ирину Вениаминовну, заместителя министра просвещения и воспитания Ульяновской области. Ирина Вениаминовна, вам слово. Спасибо большое. Артур Валерьевич, добрый день. Я приветствую вас и всех, кто собрался по ту сторону, по эту сторону экрана. Форма проведения действительно необычная для нас, но, наверное, обычная уже в том формате, в котором мы работаем с апреля месяца этого года. То есть дистант для нас стал уже той, наверное, обычной составляющей, которой мы в настоящее время работаем. Для нас, как для региона, действительно, это очень большая ответственность, что мы сегодня проводим все российского уровня мероприятия и готовы поделиться теми наработками, теми практиками, которые в настоящее время у нас действительно в Ульяновской области имеются. Но тема заявленная – это создание условий для социализации детей с расстройствами аутистического спектра в образовательных организациях Ульяновской области. И я должна сказать о том, что целью обеспечения полноты реализации прав обучающихся с ОВЗ на доступное и качественное образование у нас в области принято такое, я бы сказала, ну, наверное, правило – межвед взаимодействия. Потому что мы понимаем, что проблема, в которой в настоящее время мы решаем и должны решать, она не может быть решена только в образовательных организациях. Поэтому здесь в помощь нам наши уважаемые коллеги из других министерств и ведомств. И, в принципе, понимая эту значимость, у нас на уровне правительства Ульяновской области был принят межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создание специальных условий для получения образования, обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. До 2020 года. Вот 2020 год завершается. У нас уже есть планы разработки на последующие годы. Тем более, что в августе этого года на ежегодном форуме образовательном мы приняли стратегию развития региона 2030, где также большой блок уделен работе именно с детьми СОВЗ, в том числе и с детьми с расстройствами аутистического спектра. Прежде всего, конечно же, мы понимаем, что есть такая потребность, и та проблема, которая поставлена перед нами, мы ее отслеживаем, отслеживаем, мониторим и понимаем, что у нас ежегодно, к сожалению, увеличивается количество состава указанной категории детей и наблюдается динамика роста. Поэтому, конечно, очень важно создать условия, прежде всего создать условия для детей данной категории. И в рамках действующего законодательства предусматривается вариативность форм образования обучающихся СОВЗ, в том числе и с расстройствами аутистического спектра. Это следующее. Инклюзивно, совместно с другими обучающимися, в отдельных классах муниципальных общеобразовательных организаций, в отдельных общеобразовательных организациях, а также вне образовательных организаций, сейчас стала таким популярным эта форма семейного обучения. Поэтому все вот эти возможности мы стараемся у нас в области организовывать соответствующие условия для того, чтобы обеспечить право выбора образовательной организации либо определенных условий для родителей и, соответственно, их детей. Психолого-педагогическая, медико-социальная помощь детям с СОВЗ – это тоже как одно из условий, созданных у нас в области, представляют три центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это такие, как Центр развития, Центр патологии речи, Центр доверия. Они находятся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Ну и также на территории города Ульяновска у нас действует Центр Ростов. Следующее – это специальные условия для детей с рас в образовательных организациях, которые также создаются на основе рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий. И на территории Ульяновской области у нас функционируют четыре комиссии – одна центральная и три территориальных. И надо сказать, что количество детей, обследованных, у нас также растет и наблюдается динамика роста, причем это такая положительная динамика, имеющая определенные результаты. Целью обеспечения методической, экспертной, информационно-аналитической поддержки образовательных организаций Ульяновской области, работающих с детьми с рас, направленной именно на повышение качества и обеспечение доступности образования данной категории, уже в 2017 году у нас в области был открыт региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с рас, функционирующий на базе нашего также областного государственного образовательного учреждения номер 89. Одним из направлений работы ресурсного центра по организации обучения детей с рас является оказание ранней помощи детям данной категории посредством обучения сертифицированными тренерами родителей по программе «Ранняя пташка», которая реализуется при поддержке фонда «Обнаженные сердца». И прошли обучение по данной программе 35 семей, в котором получено представление об особенностях развития и поведения детей с рас, а также данные родители приобрели навыки самостоятельного выстраивания взаимодействия с ребенком. И это очень важно, потому что мы понимаем, что без помощи родителей и здесь также помощь педагогов в наших образовательных организациях, это как раз то взаимодействие, которое работает на результат. По запросам родительской общественности, педагогических коллективов, специалистами ресурсного центра была разработана дорожная карта по сопровождению общеобразовательных организаций Ульяновской области, в которых намерены продолжить обучение выпускники дошкольных образовательных учреждений. То есть у нас прослеживается преемственность, и план мероприятий, который разработан, позволяет нам как раз эту преемственность обеспечить. Это дошкольные учреждения. Дальше мы понимаем, в какую из общеобразовательных организаций либо в класс, либо в школу у нас идут дети для того, чтобы обеспечить те требования, которые предъявлены к индивидуальному образовательному маршруту ребенка. Ежегодно, кроме того, в Ульяновской области проводится межрегиональный инклюзивный фестиваль «Люди как люди», посвященный Всемирному дню распространения информации об аутизме. Ресурсный центр выступает региональной площадкой его проведения. И здесь я должна отметить, что ежегодно в фестивале принимает участие более 200 человек, и более из них более 60-100 человек уже в этом году. Детей с рас, их родители, общественные организации, педагоги, волонтеры. Подготовка специалистов и курсовая подготовка педагогических работников, работающих в данной категории детьми, осуществляется у нас в тесной такой взаимосвязи с нашим федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования. Это Ульяновский государственный педагогический институт имени Ильи Николаевича Ульянова. И ресурсный центр здесь является как раз опорной площадкой. В 2019 году более 150 человек повысили квалификации по программам обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Организации тьютерского сопровождения лиц ОВЗ. Кроме того, специалисты ресурсного центра ежегодно проводят обучающие семинары, психолого-педагогические консультации для родителей, специалистов по вопросам обучения и развития детей с расстройствами аутистического спектра. На территории Ульяновской области министерством заключено соглашение о сотрудничестве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. И здесь тоже у нас налажено тесное взаимодействие по выстраиванию работы соответствующей. Мы получаем поддержку от наших коллег из Московского государственного психолого-педагогического университета. На протяжении последних лет министерства, кроме того, совместно с родительской общественностью, социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляют деятельность по организации образования лиц ОВЗ, и в том числе с расстройствами аутистического спектра. С 2013 года уже в целях улучшения качества предоставления образовательных услуг министерство поддерживает проект социально ориентированных некоммерческих организаций и основных их соисполнителей. Это ресурсные центры, образовательные организации. Здесь у нас такая деятельность, как информационная поддержка проектов посредством размещения на сайте, пресс-релизов, анонсов мероприятий, информирование образовательных организаций, общественных организаций и так далее. Кроме того, у нас сформировано и, я считаю, что активно работает межвестерство, ведомственная группа по развитию региональной системы помощи детям трассы. Как результат ее работы в 2020 году была утверждена концепция комплексного сопровождения детей трасс в Ульяновской области до 2023 года. И, соответственно, план мероприятий по ее реализации. С целью развития системы комплексной помощи детям и взрослым в Ульяновской области находятся на стадии уже подготовленной, сейчас на стадии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и ассоциацией некоммерческих организаций, созданных родителями детей с расстройствами аутистического спектра, аутизма региона и благотворительным фондом содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Кроме того, можно рассказать об опыте проведения на территории Ульяновской области деятельности опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре на базе нашего подведомственного учреждения школы-интернат номер 89. В 2016 году данные учреждения стали победителем в конкурсе инновационных социальных проектов, проводимом фондом поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, но и продолжает также участвовать в грантах, в конкурсах, что помогает развиваться образовательной организации, искать новые варианты решений поставленных проблем и задач. С 2017 года именно здесь, на этой площадке, проведены уже 30 региональных мероприятий, направленных на популяризацию адаптивных видов спорта для детей с ОВЗ, а также на формирование в обществе толерантного отношения к людям данной категории. Но я думаю, коллеги здесь присутствуют и более подробно уже расскажут в мастер-классах. Ежегодно с 2015 года обучающиеся с расстройствами аутистического спектра принимают участие в специальной Олимпиаде России регионального отделения. Здесь мы также проводим еще и наш традиционный фестиваль художественного творчества «Храните детские сердца», в котором принимают участие наши дети, воспитанники, образовательных организаций. За последние годы дети с расстройствами аутистического спектра были активны также в номинации «Театральная искусство». В рамках создания условий для статализации детей с ОВЗ, в том числе и с РАС, на территории Ульяновской области на базе областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр развития», который осуществляет психолого-педагогическую, медицинскую, социальную помощь, реализуется инновационный социальный проект «Я и мой друг», ставший в 2019 году победителем в конкурсе инновационных социальных проектов. Это помогает данной категории детей раскрывать свой жизненный потенциал через профессионально организованное общение со взрослыми наставниками. Существующий уровень развития региональной системы образования позволил нам в нашей области с 2019 года включиться в реализацию мероприятий федерального проекта поддержки семей, имеющих детей, регионального проекта образования, в рамках которого организована работа региональной конституционной службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям по вопросам организации воспитания и обучения ребенка. И вот в 2019 году специалистами данного центра было проведено более 20 тысяч консультаций. Из них как раз 140, даже более 140 родителям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Вот еще, коллеги, эта работа начата у нас была в регионе, то, что касается поддержки семей и детей, и уже как результат этого мы в 2021 году у нас уже выиграли конкурс в Министерстве просвещения, четыре организации на 2021 год, в том числе и наш государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Поэтому здесь выстроено тесное взаимосотрудничество, где мы будем продолжать работу в данном направлении. Вот это очень коротко, но таким образом здесь и деятельность нашего регионального центра, я проговорила, и о том, что у нас налажено межведов взаимодействие. Мои коллеги из ведомств и министерств сегодня как раз поделятся о том, что по каждому направлению у нас осуществляется определенный вид деятельности, мероприятий, направленных как раз на то, чтобы обеспечить доступное, качественное образование именно для детей с ОВЗ и для детей с расстройствами аутистического спектра. Спасибо огромное за внимание. Большое вам спасибо за то, что вы ввели нас в такой вот общий контекст того, что происходит в Ульяновской области, потому что, безусловно, невозможно приступать к мастер-классам, не понимая, в какой широкой рамке и в какой структуре эти практики работают. И мне очень приятно вот видеть то, что я и знал и раньше, но тем не менее, конечно, доклады Ирины Вениаминовны я раньше не слышал, но тем приятнее, что те слова, о которых я, о чем я сказал, вот те блоки социализации, которые были проговорены, они видно, что ведется работа над этими блоками в Ульяновской области. И сейчас я хотел бы уже перейти к практической части и представить своего со-модератора, которого до сих пор я не представил. Это со-ведущий нашего сегодняшнего всероссийского семинара. Маргарита Валентиновна Мясникова, главный консультант Департамента общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Маргарита Валентиновна, с вами мы знакомы очень давно, ведем давно совместную работу. Мне очень приятно, что вы соведущий. И я передаю слово вам, потому что вы, конечно, лучше знаете участников Ульяновской области и лучше сможете их представить. Слово вам. Спасибо большое, Артур Валерьевне, за такое доверие. Мы надеемся его оправдать, потому что вопросы, конечно, социализации для нас очень важны. Как вы заметили, что мы их рассматриваем комплексно, потому что понимаем, что в дальнейшем это зависит от возможностей психического, социального, физического развития ребенка. Поэтому на ваш взгляд мы хотели поделиться опытом работы нашего региона и представить мастер-классы.